Творческая мастерская «Стрекоза» располагается на базе Дворца культуры города Видное уже три года. Руководитель Елена Климашина рассказывает, что в художественной студии изучают не только основы академического рисунка и живопись, но и занимаются изготовлением подделок из разных материалов. Поэтому неудивительно, что оформление кормушек в рамках областной акции «Покорми птиц» доверили именно им. Мы с ребятами решили сделать винтажные кормушки, красивые. Если мы расписываем, то с каким-то направлением, с каким-то определенным узором. А если мы делаем из подделок, из банок, из веревок, из досок, то мы из этих старых вещей делаем красивые винтажные кормушки. К творческому заданию ребята подошли с большой ответственностью. У каждого свои варианты идеального дизайна для птичьего домика. Я еще вчера думала, что можно сделать кормушку в стиле «Ингер-жель», потому что недавно мы с классом ездили на фабрику «Ингер-жель». Вот это все цветочки, листики, травки. Я хочу перенести городецкие узоры на крышу своей кормушки. Так как тут присутствует серый фон, я крашу сначала в серый, потом буду уже приступать к цветкам. Стоит отметить, что юные мастера использовали для изготовления кормушек различные техники. Я делала кормушку из банки. Я взяла горячий клей, обтянула ее жигутом и решила наверху сделать веревку, чтобы птицы могли цепляться и спокойно кушать. Также я решила прикрепить новогоднее украшение, чтобы было красивое. Мы начали рисовать сначала витражи. На витражах мы рисовали снегирей, синиц, работали акриловыми красками. Тема птиц. Теперь мы опять работаем акриловыми красками, только уже по дереву, по металлу. Мы уже делаем кормушки. И поэтому за это время у ребят уже родились какие-то идеи. Они уже что-то рисовали. И рябинку, и птичку, и снеговика рисовали. Посещают занятия творческой мастерской дети разных возрастов. Кто-то занимается с самого основания студии, некоторые пришли совсем недавно. Папа посоветовал ходить на рисование. Мне пока не нравилось, а потом вот. Мне друзья говорили, не ходи туда, там ничего не интересного. И мне нравится ходить, я их не слушал. Несколько кормушек раскрасят и участники губернаторской программы «Активное долголетие», которые тоже занимаются живописью в студии. Стоит отметить, что для оформления используются специальные акриловые краски без запаха, чтобы не отпугнуть птиц. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...